Добрый день, уважаемые учащиеся! Поздравляю вас с началом нового учебного года. Желаю вам здоровья и успехов в изучении предметы химии. Изучение химии 9 класса мы начнем с вами с раздела электролитической диссоциации и тема урока электролиты и неэлектролиты. Откройте тетради, запишите число и тему урока. Сегодня на уроке мы должны с вами познакомиться с такими понятиями, как электролиты и неэлектролиты, и уметь объяснять зависимость электрической проводимости разборов или расплавов от вида химической связи. Откройте учебник на странице 5, посмотрите на рисунок номер 1. Из курса химии 8 класса вы знаете, что существуют такие вещества, как металлы, которые могут проводить электрический ток за счет свободных электронов, находящихся в узлах кристаллической решетки. Но кроме металлов, в химии существуют также и другие вещества, например, кислоты, соли и щелочи, которые также, как и металлы, могут проводить электрический ток. Однако, в отличие от металлов, электропроводность этих веществ объясняется наличием положительно и отрицательно заряженных частиц, которые также находятся в узлах кристаллических решеток этих веществ. Но на практике электропроводность того или иного вещества можно проверить с помощью прибора, который сейчас изображен перед вами. Давайте рассмотрим устройство этого прибора. Итак, он состоит из двух электродов, которые опускаются в стакан со следуемым раствором. Каждый из электродов имеет определенный заряд. Один положительный, другой отрицательный. От одного из электродов электрический провод, подсоединенный клеммой, соединяется с лампочкой, которая служит индикатором электропроводности или отсутствия. От второго электрода также отходит электрический провод. Провода подсоединяются к источнику тока. Если раствор или расплав вещества проводит электрический ток, лампочка загорается. Для того, чтобы посмотреть, как этот прибор работает на практике, давайте проведем с вами эксперимент. Для изучения электропроводности мы возьмем с вами раствор соляной кислоты и раствор сахара. При пропускании электродов в раствор мы видим, что в растворе образуются частицы, которые обеспечивают электропроводность раствора и результатом этого является свечение лампочки. Если мы посмотрим электропроводность раствора сахара, то мы видим, что здесь не наблюдается образование ионов, и поэтому раствор сахара не будет проводить электрический ток. Следующая группа веществ – это будет раствор хлориды натрия и твердого порошка хлориды натрия, то есть обычной поваренной соли. Если мы будем исследовать раствор, то мы видим, что лампочка загорается, потому что раствор поваренной соли будет проводить электрический ток. Если взять твердый порошок и опустить в него электроды, то мы видим, что лампочка не загорается, потому что не образуются ионы, и, следовательно, поваренная соль твердая не проводит электрический ток. Такие вещества, как гидроксид натрия и дистиллированная вода, мы, проведя эксперимент, можем доказать, что гидроксид натрия проводит электрический ток, а дистиллированная вода не будет проводить электрический ток, потому что она не имеет отрицательно и положительно заряженных частиц. По результатам проведенного эксперимента мы можем составить с вами таблицу, в которой указаны вещество, химическая связь и электропроводность. Проанализировав данные таблицы, мы можем сделать вывод, что для веществ с ковалентной полярной, сильно полярной связью и ионной связью в виде растворов и расплавов характерно наличие электропроводности. Для веществ, имеющих ионную связь, но находящихся в твердом агрегатном состоянии, электропроводность не характерна, как и для веществ, которые имеют ковалентную, слабополярную или неполярную связь. Дистиллированная вода, несмотря на то, что имеет ковалентную полярную связь, не проводит электрический ток, в отличие от обычной водопроводной воды, которая незначительно проводит ток. Таким образом, мы можем сделать вывод, что по электропроводности все вещества делятся на две группы. Это электролиты и неэлектролиты. Давайте познакомимся с определениями этих веществ. Электролиты – это вещества, водные растворы и расплавы которых проводит электрический ток. Неэлектролиты – это вещества, растворы и расплавы которых не проводят электрический ток. Для электролитов характерна ионная и ковалентная полярная связь. К ним относятся кислоты, соли, щелочи. Неэлектролиты имеют ковалентную неполярную или ковалентную малополярную связь. К ним относятся большинство органических веществ, простые вещества – металлы, неметаллы и оксиды. Ребята, обращаю ваше внимание на то, что в начале урока мы говорили о том, что металлы могут проводить электрический ток. Это объясняется наличием свободных электронов. Поэтому не следует путать такие понятия, как электронная проводимость и ионная проводимость, которая характерна для электролитов. Исходя из этого, металлы являются неэлектролитами. Следующим этапом нашего урока будет выполнение заданий, которые я вам предлагаю выполнить в письменной тетради в течение 30 секунд. Вам нужно выписать из первой таблицы формулы электролитов и из второй таблицы формулы неэлектролитов. Приступаем к выполнению. Продолжение следует... Проверяем. Проверяем неэлектролиты. Я думаю, большинство из вас ответили верно. Следующее задание. Выполнить письменно записать выигрышный путь для первой таблицы электролитов, для второй таблицы выигрышный путь неэлектролитов. Время выполнения 30 секунд. Проверяем. Выигрышный путь для электролитов будет хлорид натрия, серная кислота и гидроксид натрия. Выигрышный путь для неэлектролитов является дистиллированная вода, сахар твёртый и раствор сахара. На этом наш урок завершён. Нам осталось записать домашнее задание. Запишите. Прочитать параграф первый, записать в тетради и выучить определение электролиты и неэлектролиты и письменно выполнить упражнение 6 на страницах 7-8. До новых встреч! Продолжение следует...